Если раньше на гиков смотрели с издевкой и считали какими-то социопатами, то сегодня они женские слезы и грезы. Сегодня девушки мечтают об умных и дерзких изобретателях, которые не только зарабатывают миллионы, но и хотят изменить мир. Но если ты думаешь, что всех IT-принцев уже разобрали, то ты глубоко ошибаешься. Когда одни в пубертантном возрасте бегали на свиданке и морочили девчонкам головы, эти ребята направили свой сперматоксикоз в развитие собственного дела. А теперь сидят одиноко в обнимку со своими миллиардами. Встречай! ТОП-5 ЗАВИДНЫХ ХОЛОСТЯКОВ ТЕХНОМИРА Пятое место. Джек Дорси. Должность. Создатель Твиттер и сервиса мобильных платежей Square. Возраст. Сорок два года. Рост. Тысячу шестьсот пятьдесят четвертое место в рейтинге Bloomberg. Вес. Два и один миллиарда. Вредные привычки. Твиттерозависимость. Семейное положение. Неженат. Двое детей. Твиттер и Square. Национальность. Итальянец. Геолокация. США. Увлечения. Панк-культура. Йога. Хемингуэй. Лаудзы. Винтажные пластинки. Панк-групп. Если тебе нравятся забитые татухами бардачи, наш первый холостяк точно придется тебе по вкусу. Джек Дорси. Американский бизнесмен. Талантливый программист. Знаменитый создатель Твиттера и компании мобильных платежей Square. Дорси. Подходит под идеальное описание миллиардера Кремниевой долины. Начал ходить еще в школе. Оставил учебу в колледже. Основал одну из самых популярных соцсетей. И предложил новую технологию мобильных платежей. Идея Твиттер у Джека возникла еще в университете, а реализовать удалось уже в 2008 году. Его доля в компании составляет около 4%. И хотя в 2008 году Дорси ушел с поста CEO компании, сейчас он занимает место председателя совета директоров. Но большую часть времени Джек уделяет младшенькому своему детищу Square. У миллиардера очень плотный график. Джек считает эти компании своими детьми. И как заботливый папочка, каждый своей компании уделяет по 8 часов 6 дней в неделю. И похоже, именно из-за этого до сих пор и не женат. Но мы соврем, если скажем, что Джек не находит времени на женщин. Известно, что он встречался со многими знаменитостями. Однажды его заметили с британской актрисой и моделью Лили Коул. А с 2013-го Джека Дорси часто видели с Кейт Гриар. Иногда она выступала в роли его девушки, а иногда близкого друга. Миллиардер любит панк, йогу, тату и винтажные пластинки. В юности Дорси был панком, а панкс, как говорится, not that. Так что, если тебе удастся его поймать, не упусти возможности похвастаться, с каким трудом тебе удалось купить винтажные пластинки Sex Pistols и The Ramones. Правда, если ты не начинаешь день с поста в Твиттер, знакомиться с Джеком лучше и не пытайся. 4 место. Роберт Перо. Должность. Основатель компании Ubiquity Networks. Возраст. 39 лет. Рост. 473 место в рейтинге Bloomberg. Вес. 4,38 миллиарда. Вредные привычки. Не обнаружены. Семейное положение. Холост. Национальность. Американец. Геолокация. США. Увлечения. Баскетбол. Светская жизнь. Ралли и путешествия. Четвертое место нашего чарта занимает один из самых молодых и самых скромных миллиардеров – Роберт Перо. Благодаря этому подтянутому импозантному мужчине к одной точке Wi-Fi может подключиться до 10 тысяч человек. Парень начал свою карьеру в качестве инженера оборудования в Apple в 2003 году, однако спустя два года у него взыграли амбиции, и он ушел из компании Джобса, прихватив идею купертиновцев, чтобы основать собственную компанию Ubiquity Networks. Компания занимается системами усиления Wi-Fi, способной обеспечивать доступ в интернет для 10 тысяч пользователей в радиусе 36 миль. Спустя полгода после запуска продаж устройство было подделано, что очень больно ударило по компании и смотивировало Роба пойти по стопам Джобса и сделать к нему уникальное программное обеспечение. Одного недобросовестного китайского дистрибьютора Перо и вовсе засадил в тюрячку на 5 лет. Перо ценит индивидуальность и неповторимость во всем, а если девушка нацелилась на его богатство, то и вовсе может очутиться за решеткой. Также молодой миллиардер весьма честолюбив. Как-то он заявил, «Эппл – это великая компания, но я понял, что я мечтаю о еще большем успехе, причем еще быстрее». Хотя вообще-то его считают скромным малым. Уже будучи миллиардером, он жил в однокомнатной квартире и ездил на арендованной BMW. О том, как и где Роб живет сейчас, неизвестно. Инста закрыта, а в Твиттер он постит только новостишки, работу и баскет. Причем баскет он любит настолько, что приобрел баскетбольную команду Memphis Grizzlies. Сам, кстати, тоже отлично играет. В 2015 году принял участие в игре NBA All-Stars Celebrity Game. И смотрелся совсем неплохо. Так что, если вдруг пересечешься с Робертом, не забудь похвалить его баскетбольные скиллы. Да и хоть немного ориентироваться в баскетболе было бы не лишним. А если скажешь, что его компания круче Циско и Уай Уэй, ты на полпути к сердцу молодого импозантного миллиардера. Третье место. Ян Кумо. Должность. Создатель мессенджера WhatsApp. Возраст. 41 год. Рост. 132 место в рейтинге Bloomberg. Вес. 11,3 миллиарда. Вредные привычки. Не обнаружены. Семейное положение. Свободен. Национальность. Еврей. Геолокация. США. Увлечение. Бокс. Фрисби. На экваторе топа IT-холостяков комфортненько уместился создатель WhatsApp'а – наш американский земляк-еврей Ян Кум. История его жизни настолько драматична, что заслуживает того, чтобы стать основой какой-нибудь романа или фильма. В 16-летнем возрасте еврейский парнишка из Фастова Киевской области вместе с матерью эмигрировал в Калифорнию. Первое время его семье было очень нелегко. Они жили за гранью бедности. Первым не стало отца Яна. Затем от рака умерла мать. В общем, мрак. В душе он лелеял мечту, что сможет выбраться из нищеты. И это желание подстегивало быть на один шаг впереди своих сверстников. Однажды, когда Ян искал подработку, он попал в группу хакеров, которые занимались взломами серверов именитых компаний. Там он познакомился с парнем, который помог юному хакеру устроиться в Яху. Кум работал там 9 лет, а в 2009-м создал самый крупный мессенджер WhatsApp. По роне судьбы в феврале 2014 года Facebook, некогда отказавший куму в приеме на работу, приобрел его детище за 19 миллиардов. И теперь он второй после Цукерберга человек в Совете директоров Facebook и генеральный директор WhatsApp. И хотя его официальная зарплата 1 доллар в год, его увесистый пакет акций делает его одним из самых желанных холостяков. Создатель мессенджера WhatsApp не торопится связывать себя узами брака. Хотя в прошлом у него было немало романов. Бизнесмен известен своим пристрастием к девушкам модельной внешности. Одной из его возлюбленных стала украинская топ-модель и бывшая невестка самого богатого человека Украины Рината Ахметова Эвелина Мамбетова, с которой кум не так давно расстался. Сейчас его сердце свободно. Говорят, евреи самые лучшие мужья. Так что задумайся. А пока думаешь, попу подкачай. Второе место. Илон Маск. Должность – генеральный директор Tesla SpaceX The Burning Company. Возраст – 46 лет. Рост – 46 место в рейтинге Bloomberg. Вес – 20,9 миллиарда. Вредные привычки – опаздывать. Семейное положение – трижды разведен. Пять детей. Национальность – марсианин. Геолокация – США. Увлечение – жениться и разводиться. Разводить инвесторов на миллиарды. Запускать ракеты. Серебро в нашем топе холостяков кремниевой долины достается миллиардеру с харизмой, как от Земли до Марса – Илону Маску. Кстати, мы уже делали о нем несколько выпусков и даже небольшое расследование. Если пропустил, ссылка в описании. Маск родился в ЮАР, но в 17 лет перебрался в Канаду, а затем в Штаты. Основал XCOM, которая впоследствии стала PayPal. Затем стал инвестором тогда еще стартапа Tesla. А в итоге отжал его окончательно. Ну а дальше SpaceX, Boring Company и все такое. Ну, ты и так все знаешь. Если не знаешь, повторюсь, ссылки в описании. От большинства обитателей Силиконовой долины Илона Маск отличает одно важное качество. Он не просто создает очередную социальную сеть, платежную систему или удобное приложение. Маск мечтает изменить будущее человечества. За его плечами около 50 успешных запусков ракет, электромобильный хайп от Tesla, мечты о колонизации Марса и сверхбыстром перемещении благодаря Hyperloop. А еще три брака и пять детей. А красавцы Маски вздыхают миллионы женщин. А когда он недавно разошелся с голливудской актрисой Эмбер Херд, то и вовсе кипяточили от восторга. Ведь сердце бусинки Маска снова свободно. А когда он в интервью сказал, что он не может быть счастлив, если рядом нет родственной души, так и вовсе начали задыхаться от умиления. Так что если претендентка на сердце Илона уверена, что сможет утолить его грусть и залечить сердечные раны, удачи. Только лучше запомнить напутствие от первой жены Илона. Никто не может обвинить его в словохарактерности. Те же качества, которые принесли ему экстраординарный успех, становится причиной того, что рядом с ним можно жить только его жизнью и компромисса не найти. Не в последнюю очередь, потому что у него нет на это время. 1 место. Сергей Брин. Должность. Сооснователь компании Google. Возраст. 44 года. Рост. 11 место в рейтинге Bloomberg. Вес. 54,3 миллиарда. Вредные привычки. Не обнаружены. Семейное положение. Разведен. Двое детей. Национальность. Еврей. Геолокация. США. Увлечения. Необычная обувь. Строительство дирижабля. Ну и, наконец-то, лидер нашего чарта – холостяк с наибольшим капиталом Сергей Брин. Кстати, о Сергее мы тоже уже рассказывали, ссылка там же. Он родился в Москве в семье механиков-математиков и в 6 лет переехал вместе с родителями в США. Кстати, по той же программе еврейского переселения, что и Янкум. Мысль создать кардинально новый поисковик появилась еще в университете. Тогда их с Ларри Пейджем идея вылилась в научную работу, а затем в BackRap – прототип поисковика, без которого мы уже не представляем свою жизнь. Сейчас Брин сосредоточился на разработках таинственного подразделения Google X. В портфолио Брина – беспилотный автомобиль и очки дополненной реальности, которые сам бизнесмен не снимает, кажется, никогда. Под его руководством разрабатываются умные контактные линзы, бортовые ветровые турбины и очки Google Glass. Женился Брин, уже будучи миллиардером, в 34 года. А холостякует с 2015-го. В прессе писали о романе миллиардера с молодой сотрудницей Google, из-за которой Брин расстался с женой Анной Вайжицкием после шести лет брака. Тем не менее, заново он так и не женился. Есть один важный нюанс. У Сергея обнаружили предрасположенность к болезни Паркинсона. Но если тебя это не смущает, то запасайся парой комплектов экстравагантной обуви и смело иди покорять сердце миллиардера. Сложно представить, что все эти пять миллиардеров холосты и одиноки. И кто знает, может, тот хиленький парень из соседнего отдела на самом деле будущий миллиардер. Пиши в комменты, кто из холостяков тебе понравился больше всего. Делись этим видео с подругами и не забудь им многозначительно подмигнуть. А также подписаться на Take It Easy. На этом все. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok